всем привет за мной мусорка в ее таком классическом осеннем виде смотрите спереть на то что это принесли коммунальщики не получится потому что вот виноградная лоза фруктовые деревья ну и и классика этого всего действа это старая мебель а здесь в мешках сорванные обои то есть кто-то делает ремонт при том что вангую бак будет пустой ну наполовину пуст то есть кто-то решил что он может и хочет это сделать а все остальные должны этим любоваться посмотрите это прям вот классическая мусорка в контексте нашего разговора она заполнена вот таким хламом практически всегда вот я не припомню когда она была пустая разве что вот сразу после вывоза мусор очень характерны вот виноградная лоза фруктовые деревья характерный строительный мусор после ремонта ковры снова лоза виноградная то есть это явно чей-то частный мусор это вот к разговору что не вовремя вывозят баки вывозится вовремя и теперь представьте вот каково жителям которые вы там в коттедже живут и вынуждены наблюдать это каждый день вот это хорошее место чтобы где-нибудь здесь вот на столбе освещение повесить качественную видеокамеру и хотя бы мониторить как это все происходит еще раз отмечу один момент потому что каждый раз я слышу одну и ту же фразу от людей которые вот вывозят на мусорку целые горы своего строительного или садового мусора мол я за это плачу нет еще раз еще раз услышите нет не внесено это в тариф вы за это не платите тариф по поводу вот такого мусора как выносите вы из сада настолько минимальный что буквально два мешка листьев закрывает его на год все что остальное это убирает обслуживающая компания за какие-то сторонние деньги за деньги которые там условно достали с благоустройства да я могу согласиться с тем что пока еще нет четкого механизма для людей как же все это делать ну вот условно у меня есть там три мешка сорванными обоями так чтобы засунуть их в бак места уже нет но вызывать машину ну как бы нецелесообразно очень дорого вот на такие случаи я согласен пока механизма четкого не существует но вот там всякая виноградная лоза или вот целый диван ну блин ребята ну это это просто неуважение к своим же соседям уж диван можно было заказать автомобиль и вывести на свалку виноградная лоза прекрасно горит или закапывается в какую-нибудь выгребную яму с этим тоже точно можно было бы справиться у себя на участке уважайте своих соседей сегодня понедельник здесь все забито мусором два бака все вокруг валяется разбросано но и даже это не самый сок этой мусорки вот причем здесь я уже очень сомневаюсь что это только лишь мусор жители коттеджей но вот виноградная лоза до фруктовые деревья наверно тоже да но вот это его листья от ивы там от тополя это очень похоже на то что вынесли сюда мусор коммунальной службы не утверждая но очень похоже на это вывален забор вот ограда баков и это свалка уже выдвигается намного дальше зоны баков вот метров в двадцати уже сложенные мешки с листьями рядом в тбилисском творится точно такой же беспредел горы листьев травы деревьев кустов уже вот завален вход куча бутылок от растворителя явно с какого-то ремонта где что-то красили много и два унитаза еще чьих то тоже со строки кто-то прям здесь кинул в конкретно этом месте очень сомневаюсь что это только жители коттеджи вынесли мне кажется что здесь часть с этих куч это дело рук наших обслуживающих компаний в любом случае жкц как ответственные за все это получат на сегодня предписание убрать как можно быстрее ну потому что просто в центре города не должно быть такого так вот все фотографии по результатам нашей комиссии и предписание на жкц второе число на уборку даем всего лишь четыре дня до шестого числа мы просим прибрать все вот это вот непотребство доброе утро сейчас 8 декабря я вернулся на наши мусорные зоны чтобы посмотреть выполнили ли предписание жкц или все осталось по старому ну явно убрано ничего не сказать явно здесь убирали и наверное на момент даты предписания было убрано все хотя вот за зоной бака за площадкой снова куча здесь тоже уборка была явно проведена вся эта огромная куча убрана причем за эти несколько дней пока мне здесь не было жители вот этого коттеджа сделали себе глухой забор в эстетике явно потеряли и даже функционале явно потеряли с профнастила забор это далеко не лучшее решение но видим у них просто кончилось терпение каждый день видеть эту свалку себя под боком так вот уборка была проведена но также как в невской мусорке уже новая куча хотя прошло вот буквально с момента уборки тут два-три дня уже в бакинском тбилисском посмотрите пожалуйста сами бывали проведена уборка в эти даты напишите в комментариях если это надо но в принципе тенденция понятна жкц молодцы что прореагировали наше предписание но эффективность от этого стала не намного больше потому что даже при полной уборке этих таких ключевых мусорных зон в определенный сезон или в определенных местах буквально за два за три дня все равно набрасываются кучи новых веток строительного мусора и другого отребья то есть то есть я могу сделать такой вывод что регулярный вывоз мусора в этих местах это не единственный фактор который сделает эти места чище это все не будет работать без дисциплины самих жителей без какого-то взаимоуважения без понимания что нельзя в любое время и в любом месте когда тебе хочется набрасывать свой мусор строительный или садовый жкц еще раз большое спасибо за быструю реакцию все всем пока